итак настало время финала настало время концовки б но для начала нам придется еще один храмик пройти думаю с этим проблем опять же не будет у нас больших враги уже довольно плохие поля привет очень интересно посмотреть как теперь все закончится когда мы знаем о тираниям когда мы можем слышать теней когда уже все совсем не так однозначно как это было в первый раз а где прицел простите опять же наверху нас поджидают дача опять спартанский пинок а нет нет не в этот раз ладно хорошо а вот здесь будет спартанский пинок я понял они в этот раз ну поехали снова храм и снова музыка в храме как же нам не нравится почему-то хоровая музыка мне прям вообще отлично заходит так ну в этот раз здесь уже не должно быть опять этих синих кубиков опять просто пробегаем никого не трогая просто тихо спокойно пробегаем я не хочу насилия простите мне в этот раз ребята не в этот раз мне бы просто пройти а то там впереди у меня еще дела эй но это было больно эм кайны и эмили опять решили там немного попинаться но дело их так мнение мнение мне просто нужно пройти все никакого насилия в храме просто тихо и спокойно пробегаем дальше ну я же вроде правильно иду да иду я правильно и смысле не идут мне спидраны все хорошо нормально нормально справились быстренько добежали ну да у меня нету тогда проблем и блять азур не отвлекай во время важного дела когда я бегу по лестнице во время пробежек я хотя бы не страдаю на у и все я чат читал усложнил себе жизнь называется сам же своими же собственными руками и ну по факту то да 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 так все и было бро погодите где там лестница где то здесь по моему нет а вот она ладно так я не хочу никакого насилия просто пропустите да азур дает мы сейчас идем на банк просто я сейчас много чего вскрылась на самом деле а алекс господи этот почему я прочел почему у вас ники такие похожие похоже я ты меня запутал ой все а короче алекс в этом прохождении мы уже видели мы мы слышали теней голоса теней и все оказалось совсем не так однозначно совсем не так однозначно ну пьешь ты а и попытаюсь понять что происходит я потому что тут тут сегодня было очень много всего переосмыслено очень-очень много всего очень-очень много всего то есть все что мы делали было не совсем правильным все что было в первом прохождении все эти поступки они очень неоднозначными были так ладно это мы видели здесь ничего особо интересного кроме птичек кроме птичек да ничем ты загружаешься появляешься в моменте когда спасаешь каина но теперь теперь короче ты это можешь слышать теней и теперь у тебя как бы это теперь ты смотришь на события немножко по-другому из-за черной болезни не знаю алекс я ни одной концовки в автомате не получал поэтому ну ты проходишь начинаешь с определенного момента и у тебя есть отличия в прохождении в плане именно взгляда на вещи так все мы прошли ну и типа в первом прохождении получилось что блин это близняшки с твоей деревни угу ну не мог бы ты просто вернуться в деревню это очень опасное место даже если ты найдешь ее ну ты вряд ли сможешь вытащить ее отсюда и как вы сюда попали тихо сейчас мы задаем вопросы а что здесь делают эти двое а мы задаем вопросы ладно я тут чтобы спасти Йону без шансов да пожалуй у нас нет выбора да боюсь что так печально пока еще нет пока очень много вопросов возможно во второй концовке мы получим больше ответов так ну для начала нам нужна магия мы узнали о тенях очень любопытные подробности о том что у них тоже есть чувства а концовку мы увидим мы увидели почему напали на людей в маске на свадьбе почему напали волки и это тоже было очень любопытно вот это было очень на самом деле интересно и будь моя воля я бы не помогал наверное людям мстить за этих за фиро но никто у нас не спросил опять же нас поставили перед фактом что мы как бы идем туда и это и и скопировали силы войса точно да я все так же копьем мне с ним очень даже хорошо заходят это копье которое я нашел ближе к концу игры и а ну к слову очень даже ничего очень-очень она даже ничего мне она очень заходят я думаю что это скорее всего почему они на стороне теней ну они даже не на стороне тенения мне кажется что они были созданы людьми как раз таки вот попала и давала у них же нет души а тени это бывшие люди полагаю что они исполняют какую-то роль которая была заложена в них людьми то есть их создателями скорее всего так и есть по моим предположениям ответы на все загадки находятся сердце повелителя теней так ну это мы знаем ладно идем замок правда обо всем нам рассказывала по плейдевола интересно сейчас изменится что-нибудь в рассказе а теперь когда мы слышали теней а кстати алекс мы узнали что внутри каина живет тень мы узнали прошлое каина которая на самом деле очень очень печальная это конечно же грандиозное событие куча танцующих ублюдков они все тени а вот ублюдками я бы теперь их не называл уж простите осквернители никто из вас не человек это святилище для ли они говорят что это святилище для людей мы это не люди не настоящие люди а вот они люди настоящие это святилище должно оставаться под нашей защитой это последнее укрепление они говорят что мы не настоящие люди ради тех кого мы любим вот алекс вот о чем говорят тени мы не позволим его чтобы его уничтожили тени защищают то что им дорого я на самом деле начинаю задумываться кто тут больший монстр вот эти тени или наш персонаж как же просто и все проходится во второй раз насколько же быстро буквально два тыка так а мы можем его вот так сбить мне просто интересно не знаю не факт глаза допустим вот так точно я их ну да так они урон получают кстати ну и я тоже по лицу получаю копьем было бы наверное проще ну блин по ним же харин попадешь по этим тварям уже это я точно помню наши сокровища как раз там ваш сокровище вы не можете войти вы не должны ай пень где она но и до летающий тварь из фатал булета это отдельная тема с этим не поспоришь и теках они просто летают быстрее чем я успеваю к стану так что в этом есть определенная проблема на найти наклад чего-то на дошли к к к не правило только удар леонида алексы то на от бабушки научилась своей материться там постоянно материлась и ей понравилось тень ребенок это дети это дети это дети они плачут или смеются эти уроды меня достали так чаще сейчас кайна то мы конечно поможем а я вставай да эти шарики дети да но что сейчас важнее все сюда ну мой мой маленький больше бояться нечего все хорошо мамочка с тобой потому что твою что мать хряк пришел понял принял а вот фиг его знает возможно потому что у меня я на трава еще не знал по крюше воде или как там короче у меня проблемы были с вождением хряковые видимо поэтому кайна все матерится до сих пор кстати мы уже близки там еще по моему хрюша или две секунду подожди секунду твое сердце я готов а заговорил тиран ах ты монстр эй бронированный хряк однако здравствуйте да 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 куда ж без этого а потом будет ядовитый хряк ага что там такое алекс где 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 чё куда да 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 есть такое дело есть я себе как раз стопку постеров заказал вчера на алике с автоматой да и у меня рюкзак с тубинкой у меня и фигурка туби сосредоточься кайна да 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 я полностью согласен открыть дверь закрыта так давайте затыкаем его так отлично нет они как бы того тому алекс там очень-очень сложная история с этим делом очень-очень сложная сюжет физически не может идти после этой игры потому что в автомате люди отправились на луну и но ты понял да а здесь человечество уже вымерло его нету людей больше нету все люди вымерли так там ну их стоит воспринимать все же как две разные игры с определенными предпосылочками алекс я знаю что там и попало и одинаковые локации а я знаю многое мире автомата я достаточно много знаю ну да всего сюжета к сожалению не знаю но я знаю о связи этих игр так что там ну после этой игры у нас завтра будет дракенгард следующая игра которую запилил и и катарин а будем смотреть чего у нас там она определенно не должна уступать по уровню вырви мозговости что ли давайте короля таки каза почему рори на меня не хватает что что за дела привет так ладно вы пока там выходы открывается мы кабанчиком займемся ну алекс возможно возможно тут 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 также и дракенгард приплетен потому что в одном из воспоминании дерево было упоминание драконов я воительница вот завтра будем смотреть что там с дракенгардом у нас как оно там чего и куда думаю дракенгард не зайдет потому что там милах азуэро ладненько поехали посмотрим в чем будет отличие этих концовок потому что они уже концовка уже очень близко попала осталось нам и все по сути ну таки каза согласен согласен с этим не поспоришь а ребята в масках тоже кое в чем виновны нет я их тоже немного недолюбливаю после случая с волками короля это не касается конечно фиры тоже но люди ну что пойдем пойдем навстречу теням людям вот вот и вот 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 человечество проект гешталь так это мы видели так но это понятно никаких отличий пока от концовки а документы получены до давала и попала вообще не люди да иногда правда может быть очень горькой да все мы каждый человек находящийся здесь в комнате всего лишь оболочка созданная настоящими людьми ты не человек все мы не люди так значит люди настоящие люди вымерли да нет они продолжают жить ты знаешь их как теней каждая тень это искаженный образ того чем когда-то был человек вот под главенством настоящих людей мы живем вечно с единственной целью контролировать других это единственная причина нашу нашего существования да создатели их так запрограммировали у вас есть свои причины у нас у нас есть свои причины только и всего ничего личного ладно здесь пока ничего нового нету все как бы по-старому пока видимо различия мы увидим в финале между концовками но забавно наверное услышать о том что ты не человек и вообще людей больше как нету по сути забавно забавно я дашь хельнусь ладно так и быть ну вот кто вас просил копировать силы фейса теперь мне больно и теперь я не могу попасть да к слову у меня проблема ладно будем просто тыкать лучшее решение наверное справедливо однако я и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 М-м-м... С-с... Не плачу... С-с... Не плачу... Не плачу... С-с... А... Вот, вот в первые дни показали в концовке, а этого момента. Вы отобрали жизни наших семей. Довольно бодрый ты у нас, да? Отбирающее будущее детей, чертовы монстры. Заткнись, давай, иди сюда. Ах ты. Умри. Фира, я уже иду. А мы-то думали, что случилось с королем. А вот что. И теперь мы будем понимать, кстати, что говорит он. Скоро прибудет мое тело, и мы сможем быть вместе, так же, как раньше. Заткнись. Ох, да. Сочар. Сочар. Мама. Я еще так постояла, подумала, пинать, не пинать. Так, 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 так. Этот взгляд. Пошли. Этот взгляд, на секундочку. На секундочку, на секундочку. А я говорил, что еще в оконцовке, что как-то тут все не чисто. Ладно, идем. Йона ждет. Так, тени, да, сейчас же должны появляться, наверное. Ну, да. Эх, ладно, придется добивать всех здесь. Не особо-то хочется, конечно, но... Выбора как бы нету. Никто у нас не спрашивает, хотим мы этого, не хотим. Просто нужно. Ой, тихо, не вспоминай шляпок из секира. Это в секира шляпки из мира, на секундочку. И вы, думаю, обратили внимание, да, на сходство, как здесь выглядят тени, как здесь выглядела Кайна, когда ее, по сути, контроль над ней захватила тень, как выглядит, вот, повелитель теней, да, да, и как выглядят в этом, боже, фейт экстелла, как выглядят ребята, которые поглощены темной силой. Вы заметили сходство, как по мне, один в один? Ниона! Ага! вот так вот сразу да ладно хорошо к этому то я готов на все 100 с книжечкой мы допустим почти справились книжечка явно здесь не самый страшный враг да здесь уже наверное никто не страшный враг нам нашим по уроном тогда буду я осторожен я же сама осторожны и солнце что-то странное произошло в твоем сердце а в сердце кайна да ненависть пропала печать ушло печаль ушла просто куча белого света кайна изменилась ну да возможно она влюбилась не знаю что произошло но мне это не по душе возможно возможно кайна влюбилась очень возможно прекрати братик и он эти типичное свидание вот это вот юна брат хватит пожалуйста мне больше ничего не нужно мне больше не нужно чьё-либо тело я не хочу этого чьё-либо нет юна она изначально было твоим в этом теле живет другая девочка я могу я могу слышать ее она продолжает плакать она сказала что хочет увидеть своего братика юна была одержима эта девочка любит своего братика также сильно как и я она любит его также сильно это неправильно что она не может увидеть его юна остановись пожалуйста ты же братик да это я давай вернемся домой ты же братик остановись слушай меня йона пожалуйста прости прости меня братик прости меня я люблю тебя братик я люблю тебя я люблю тебя торопись тень который контролировал в тени которую контролировала больше нет на давайте будем учитывать что тени это настоящие люди юна почему кайна присмотрит за юный твою Да ладно, попал. Твою мать. Ладно, удар за удар. Допустим. О, усталый вейс. Непой он не боялся. Непой на ночь сказать жидко. Широ… Тот, тетет, тетет, тетет. Что ж ты сойдет в кое-вощейки, так своей обожглему логею. Должна надежда быть в мире просто так, Широ… С�ро, смотри… Сомаш сомнитель. Так. Думаю, что это было. Но... Тебе не подниматься и уйти туда. Я у тебя есть последний человек. Что ты будешь делать? У меня не надо. Принцип суть. И потом я оставил тебя. И ты уйдешь в этом. В этом пути ты один раз. Ты должен быть хорошо. Я просто не могу, ты... Я... Не... Не... Я еще и Широ... Я, как и... Я, как и вы... Как и вы, что вы... К примеру, что вы любите, что вы любите... И вы, как вы, любите, очень, очень... Но... Я не знаю его... Широ! Да, я так. Так, я забывал что-то. Что? Сиро, я очень сильно не знала. Сиро... Ты знал? Ну, это не так. так все на гримуара сил больше нету да но зато у нашего персонажа они есть так лучше перебдеть скиллы улетают алекс да и Продолжение следует... Мне жаль. Я провалился. Твой брат потерпел неудачу. По сути, настоящая Йона... Не спаслась. Вот он. Вот он. Я же говорил, что это повелитель Ти... Да. Вот он. Настоящая Йона вот здесь, за этим углом. Да? Да. Это настоящая Йона. Вот, братик. Ты можешь взять это печенье. Мне... Я уже сыт. Но... Ты говорил же, это вчера. Ты ведь ничего не ел, не так ли? Давай, возьми хотя бы половину. Спасибо. Мы играли за псевдо-людей и помешали настоящему... Настоящему брату спасти свою настоящую сестру. Отлично. Шикарно. Просто шикарно. Эй, братик! Или все же нет. Спасибо. Что всегда был рядом со мной. Вот. Я принесла тебе половинку. Йона. Они все-таки встретились. И как я и думал, в прологе игры мы играли не за нашего главного героя, а за того, кого зовут Повелитель Теней. Не, Алекс, думаю, после Титрова еще что-то должно быть. Может быть. А может быть и нет. Но в любом случае, это концовка... Это прохождение второе открыло глаза на многие вопросы. Например... Например, я осуждаю эту тварь, которой... Которую мы играли. Он... Он столько всего натворил. Он даже не пытался в чем-то разобраться, что-то понять. Просто закрыл глаза и рубил мечом налево и направо. Ну, Алекс, это второй конец. Первый-то тоже был. Первый был... Ну, чтобы понять вообще все, надо две концовки посмотреть. Это вторая. Это только дополнение к первой концовке. Это только дополнение. И здесь мы увидели то, что мы не увидели в первой. Ну, типа, когда ты понимаешь... Вот то, что тебе здесь показали. Типа, как бы, понимаете? Вот даже случай с Фирой возьмем. Почему волки напали? Потому что их вынудили это сделать. Аликс, в смысле название стрима двойное. А, ну да. Да. Одна японская версия, репликант, гештальт, это... Ты не поверишь, Алекс, в чем они отличаются. Внешним видом главного героя. В японской версии это вот брат. В западной версии, которая гештальт, это... Отец, который спасает свою дочь. Просто внешний вид. Все. Там мы играем за мужика брутального. Мол, подумали, что... Западному игроку будет ближе... Когда, типа, отец спасает свою дочь. Чем... Спасение братиком-сестренки. Бред. Бред, короче. Я не знаю. Мне оригиналы больше нравятся. В разы. Ну, типа, братик-сестренок спасает. Все отлично. Да и некоторые моменты, я просто не могу представить... Че, как, куда. Я не знаю, Алекс, я вообще без понятия. Но это же Сквореникс, господи. Чего ожидать вообще от этих людей? Это люди, которые локализируют 15-ю финалку даже с русскими... С русской озвучкой. Но ремейк седьмой части они оставляют даже без субтитров. Ну, типа, адекватные ли это люди? Сквореникс, это которые такую игру, как Нейроавтомата, даже не перевели сабами на русский. Серьезно. Ну, их решения, их маркетологи... Я не знаю. И учитывая, какой шлак они иногда выпускают... Господи. Лучше бы Йокатар отворил в Бандае Намка. Вот серьезно. Я просто надеюсь, что после автомата ему дадут еще больше свободы, еще больше ресурсов. И скажут, делай. Мы не лезем со своими предложениями конченными. Делай, как видишь. И тогда я уверен, что выйдет еще один шедевр. Он же просто первый Даркенгард белил. Во второй части... Вторую часть не он... Делал. А в третий его, опять же, сказали. Делай. Хорошо. Ну что, за пять часов мы с вами прошли на концовку Б. В смысле... Третий. Это первый. Первый, и Кодзима потом идет. Я бы советовал Хидетаке поучиться на механиках босса. Вот хотя бы из этого нера. Здесь каждый, каждый босс убивается совершенно по-разному. Каждый босс это что-то особенное. Это в прямом смысле нечто особенное. В ДС каждый босс это, ну, большая тварь, у которой разные атаки. Вот. А здесь каждый босс, ну, он на самом деле уникален. Каждый. Почти каждый. Голова Эмиля? В смысле? Секунду. Ой-ой. Да ладно. Ничего себе, это было безумно. Текстуры не прогрузились. Я не могу поверить, как мое сестрен... Сестринское тело еще держится. А, вот так? Как трудно передвигаться, когда ты всего лишь голова. Интересно, а где все? Я не могу ждать. Я хочу увидеть их снова. Но перед этим есть кое-что, что я сперва должен сделать. Найти тело. Или хотя бы ноги. Я надеюсь, что Кайна и Вейс все еще не поубивали друг друга. Я клянусь, что не буду терять ни минуты. Господи. Что? Боже, он выжил. Концовка С. Соберите все, все оружие в игре, и вы сможете принять окончательное решение, которое повлияет на всю историю. Соберите все оружие в игре. Твою мать. Ме-е-е. Я не хочу собирать все оружие в игре, но придется. Придется мне. Да, придется собирать все оружие в игре. Типа, да. Но, вот, концовки А, Б получено. Куда я загрузился-то, Гоже? Не-не-не, все, все. Закройся, закрываем это дело. Все. В общем, мы продолжаем с этого же момента. Там все дела и все такое. В общем, в общем, в общем, в общем. Эмиль, оказывается, не рипнулся. Эмиль, оказывается, не рипнулся. Так, в смысле, Алекс? Чего удивляться? Один и тот же автор. Эмиль живее всех живее. Ну, в смысле, голова Эмиля. Да я там голову Эмиля видел уже. Господи. Я так понял, тело он не нашел за это время долгое. Не получилось. Не срослось, и что-то пошло не так. В общем, концовка Б однозначно оставила позитивные эмоции. Однозначно я не зря проходил на нее. Вот теперь будут проблемы. Хотя, может быть, даже, знаете, проблемок не будет никаких со сбором оружия. Может быть, мне придется просто докупить недостающие в магазине. Там побродить по магазинам. Там как бы есть это самое счетчик, сколько оружия собрано в процентах. Так вот, у меня там его как бы не особо много. Ну, не знаю. Посмотрим. Гриндить я однозначно сейчас не планирую. Это я как-нибудь вот каким-нибудь зимним вечером посижу по гринжу. А это значит, раз уж мы А, Б, концовки прошли, то, скорее всего, если все будет нормально у меня с эмулятором, то сегодня вечером мы начинаем прохождение Дракенгарда. Начинаем прохождение Дракенгарда третьего и посмотрим, куда теперь шагнул Йо Катара, потому что Ниер вышел в десятом году, а автомата, по-моему, то ли в тринадцатом, то ли в четырнадцатом. А, ну, в смысле, я на Б прошел, осталось С. Осталось С и Д. Две концовки нам осталось С и Д. Ну, это, по сути, одна концовка. Там, насколько я знаю, надо будет просто сейвы потом перев... Там делаешь выбор, перебрасываешь сейвы, ну, проходишь, а потом просто сейвы возвращаешь, делаешь другой выбор и перепроходишь. Все. То есть там часа на два осталось, наверное, но проблема в этом... Проблема во всем оружии. Ну, гриндить да гриндить. В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое за просмотр. И встретимся сегодня вечером, опять же, если все пойдет хорошо, вон третьем Дракенгарде. Алекс, не, это была Б-концовка. Нам показали, как С получить. Это было объяснение, как получить С-концовку. Типа, как на нее пройти. Это концовка Б. В общем, все. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok